Ребята, всем привет! Это новинки третьего каталога 2021 года, часть вторая. В этих новинках, значит, мы с вами все уже тут посмотрели, предыдущие, да, карандаши для глаз. И сейчас будем смотреть карандаши для губ. Нюдовый я уже вам показывала, его немножко искажает цвет и камера, да, я думаю. Вот, также это, у нас, значит, идет матовый финиш, легкое, четкое нанесение, не растекается. Да, все так и есть, я проходила с этой помадой 9 часов, ну, конечно, за 9 часов застолья, я ее скушала. Ну, за столом, конечно, не 9 часов сидели, часа 3 смамулись, популись моими, да, не со свекровью, свекром, которые с нами живут, а именно я ездила в деревню к своим родителям. Они растекаются, держат контур без консервантов и минеральных массе. В принципе, они приходят все вот в таких вот коробочках, в таких вот упаковочках, я думаю, они нам с вами не нужны, но просто хотела показать, что очень красиво и на подарок тоже будет здорово. И поехали с вами с самого края. Первый оттенок это 40863, это пурпурный, да, такой вот прям яркующий. Так, ну что ж, давайте смотреть. То есть, я сразу вам могу сказать, что это прям не мой-не мой оттеночек, он слишком такой вот яркий, слишком сильно дает цвет. Я буду наносить целиком его на губы, чтобы вы увидели вот эту вот яркость. Ну, в принципе, смотря, что на вас надета, какая у вас прическа, это и получится в итоге. 40858 темно-бордовый, да, то есть, такой вот прям насыщенный оттеночек, алиса. Ой, ребята, у меня кошка-то вообще. Вот так эта помада на мне. Конечно же, темновато. Ну и давайте посмотрим на руке. Что мне нравится, они очень ровно, хорошо ложатся. Это артикул 40858. Следующий карандашик, это темно-сливовый, артикул 4864. Он прям темнущий, понятно, что он мне не подойдет. На губах он точно так же смотрится, как и на руке, поэтому я его наносить не буду. Как бы, да, точно не мое, слишком такой уже темный-темный-притемный. Далее, вот таких вот карандашей, мне почему-то в одной коробке пришло две штуки, 4860. Тоже очень интересно. Это цвет алый. Мне он понравился в сочетании с нашим блеском Glam Team. Сначала наносите его на все губы, потом Glam Team сверху. Смотрится, в принципе, такая симпатичная вещь. Такой вот он яркий на мне, да, конечно, ничего себе. В живую он немножко потемнее, а на камеру он какой-то, знаете, люмисцентный что ли, да. То есть вот он такой в живую, может быть, даже еще понасыщеннее. То есть он идет такой классический красный, без каких-либо люмисцентных акцентов или морковных там оттеночков, да. То есть он действительно такой нормальный. Оттеночек 4850 нюдовый, который режет на камеру, но на самом деле у него очень красивый цвет оттенок. А нет, это не тот нюдовый. Я им еще не красилась, да. То есть это такой хорошенький тоже. Кстати, ничего такой оттеночек, ребят, сразу хочется сказать. Наношу целиком на губы. Знаю, что это подводка, да, то есть для контура губ. Я все это знаю, но просто я наношу для того, чтобы вам цвет было лучше видно. Потому что по одному контуру очень сложно что-то определить. Также хочу сказать, что он вначале наносится так остренько, тверденько, а потом начинает раскрашиваться, раскрашиваться и уже становится такой мягкий, приятный. 4852 пыльно-розовый, такой вот нежный, приятный оттеночек. Действительно хорошенький. И дается, кстати, на камеру нормально. Если он вдруг будет на камеру рыжить, то не верьте ему, он врет. Оттенок клевый и хороший. Вот такой вот прямо. Идеально причем цвет в цвет. Как он на мне? Мне кажется, мой такой оттеночек хорошенький. Далее 4855, ягодный оттенок. Давайте будем его тут с краешку смотреть. Ну да, он, кстати, немножечко похож на этот, да? То есть, ну не совсем. То есть, ягодный очень красивый. Это мой оттеночек. И я такие, кстати, очень даже и люблю. Следующий 4854, бордовый нос. Вроде бы так ничего тоже хорошо выглядит. Тоже такой приятный очень цвет. Не назвала бы я его прям бордовым. Если вот этот бы назвала, то этот вообще ни в какую. Что-то как-то совсем не бордовый нос. Да, на губах он смотрится темнее, нежели сейчас на свету. Поэтому, ребят, я уже тут не виновата. Что-то камера искажает. 40-862 Фокси. Такая вот яркая, эксцентричная. Она похожа, кстати, вот на эту. Но она немножечко ярче. Да, как вы видите, я думаю, смысла ее наносить нет. Потому что примерно так же она и будет смотреться. Потому что она такая прям яркошечка. 40-859 холодный красный. Действительно такой темный-темный. Прямо если вот этот светлый, да, то вот этот, он идет что-то типа с малиновым немножечко, да, таким подтончиком. Да, давайте я его отдельно нанесу. Ой. В один слой он поменьше. Да. То есть вот знаете, что мне понравилось? Этими карандашами можно делать блики. Блики можно делать всякие разные, да. То есть вы можете немножечко нанести на кисточку и чуть-чуть придать оттеночек. И причем очень даже такой стойкий, да. Плюсом еще вы можете нанести жирно-жирно-жирно. И тоже получится здорово. И сверху какую-нибудь такую вот помаду тоже в тон. Или блеск. Если нанесете на все губы, то блеск. В принципе, да, карандаши штука удобная, я бы вам сказала. Прямо действительно холодный красный. И верить вот этой вот верхней губе. Да, потому что нижняя как-то вот, может быть, из-за того, что свет отсвечивает, она неправильно показывает. А верхняя, как видите, хорошо показывает, да, оттеночек. Следующий оттеночек 4861 коралловый. Нанесу его вот тут вот. Да, то есть он вот такой вот, да, прям интересный, яркий. Так, давайте его куда-нибудь вот сюда, вот тут, да, начнем. Один слой, два слоя. Ну да, такой хорошенький. Камера получился более яркий. Но на самом деле он немножечко такой, знаете, приглушенный же. Он яркий, но не такой мега яркий, как на камеру. Да, ну-ка, может быть. Угу. Угу. Ну, вот он больше, как карандашик. Следующий 4857, такой вот прям темно-темно-темно-темно-лиловый. Я его тоже наносить не буду, потому что смысла нет. Он очень похож вот на этот вот бордовый. Ну, конечно, не супер очень, да, то есть, ну, он вообще, да, как вы видите, прям темнущий. И, ага, на камеру он кажется коричневым. Ребята, он не коричневый. Он такой вот и есть, как карандаш. Прямо верьте карандашу, не верьте камере. Ишь хитрюга. Неправильно показала. Далее идет 4851 пыльно-розовый. Да, такой вот красавчик. Он действительно красивый. Он действительно пыльно-розовый. Камера, ребят, посмотрите, что вытворяет вообще. Он один в один с карандашом. Слава богу, цвет карандаша отлично переносится. Просто великолепно передается цвет карандаша. А тут вот что-то я не пойму, почему так. Кстати, сейчас он намного лучше передается. Но все равно не тон в тон. Живой очень красивый оттенок. Следующий и последний. 4856. Вся я в этих карандашиках. Розово-лиловый. Но он тоже такой темноватый. Все там такой вот прям темный-темный. Камера хотя бы немножечко передает его оттеночек. Потому что вот этот вообще неправильно передал. Захотелось нанести пожирнее, побольше. Потому что цвет красивый. И еще смотрите, что самое интересное. Практически не отпечатывается, да. И я сейчас выехала вот сюда. Нет, вот тут вот за контур. Да, и выехала очень даже сильно. Прям вот примерно это происходило вот так. Потому что я так вот махнула. И он у меня вылез. И я очень легко это дело потерла мицеллярной водой. Причем до этого с красным происходило точно так же. И я думала, боже мой, сейчас он проявится. И суть того, что я говорю, в том, что он действительно легко корректируется. Если вы где-то ляпнули, черкнули не туда или еще что-то, то у вас все будет великолепно. Вы легко справитесь с тем, чтобы откорректироваться. Кстати, ребят, еще один остался. Я его не заметила. 40-853. Тоже очень симпатичный такой оттеночек. Ура! Хорошо передается. Наконец-то, да. Я уже его не буду наносить. Он действительно такой классный тоже. Очень даже приятный, нежный. Не кукольный, не люмисцентный. То есть он такой вот, если вот с этими сравнить, да. То есть он такой вот спокойный, хорошенький. Мне понравился. Вот эти вот слишком яркие, да. То есть мне прям их даже не захотелось. Вот этот мне не захотелось особо. Вот этот, вот этот. То все остальные, в принципе, они хорошенькие. Они ко всему подойдут. Вы, конечно, сами видите. Я светленький человек. Я белокожий человек. И вот эта вот красота практически вся мне пригодится, кроме четырех оттеночков. Я довольна такому богатству. Ну, вот эти вот четыре оттенка, которые мне не понравились. Я могу кому-нибудь подарить и все. Ну, вот, да, подточить, подарить. В принципе, тоже человеку будет приятно. Следующие, ребята, это сыворотка BioGlow. Она идет вообще вся косметика. Она победила интернет-голосование в номинации косметической серии по уходу за кожей лица и лауреат национальной премии «Моя косметика 2020 год». То есть, эта линейка такая классная, ей люди восхищаются. Ее люди любят, ее люди выбирают. Изначально вот эта вся линейка, она основывалась на том, что это энергия и сияние кожи в любом возрасте. Потому что в основе серии витамин С лежит, витамин молодости. Он стимулирует синтез коллагена, укрепляет стенки сосудов, уменьшает гиперпигментацию. Вот. И вот эта сыворотка 15 мл, да, она станет доступна не для ВИПов с 22.02. Я бы вам посоветовала ее приобрести, потому что она действительно мне понравилась. Она стимулирует выработку коллагена, уплотняет кожу, выравнивает ее рельеф и придает сияние, улучшает тон. Действительно, все так и есть. Тон улучшает. Причем это заметно буквально. Ох, я что-то поцеловала, да. Причем это заметно буквально со второго уже применения. С первого применения тоже заметно, но не так кидается в глаза, как со второго, с третьего. И это действительно здорово, да. То есть, если вот эту сыворотку я нанесла, потом поверх я нанесла блерклем, то у нас есть средства в линейке Glam Team, которые забиваются в поры, да. То есть, и очень сложно этими средствами, получается, вообще пользоваться. Так вот, мне понравился эффект, и я начала пользоваться этими средствами. Кстати, я имела в виду линейку First Class, чтобы вы ему уже знали. Следующее. Не пробовала, честно скажу, но что-то такое наподобие у нас было к прошлому, 8 марта. Да, такие вот три кремчика в такой классной подставочке. Это подарочный набор. Он действительно, человек любой будет рад эти подарочные наборы получить. Они тут идут три штучки. Получается по 30 миллилитров. То есть, они не такие уж особо крупные, но и не мелкие, ребят. И вот, знаете, чем они мне понравились? Тем, что тут есть все. И питание, смягчение, интенсивное восстановление и надежная защита. Вот сейчас у меня надежная защита. Понятно, что ее нужно наносить перед приборкой, еще перед чем-то. И он действительно такой вот, как, в принципе, все защитные кремы чувствуют сам. Он будет защищать, да. Следующий, так, какой-то я взяла, интенсивное восстановление. Вот, дизайн красивый, будет очень приятно. И вот такой подарок, он, в принципе, актуален, да. И замечаете, вот этот желтый крем, желтого такого оттеночка у нас в прошлом году и был. И я эти средства помню. Они действительно великолепны. Ладно, уже сотру. Все равно уже мыть руку. Действительно великолепны. У них такой нежный цветочный аромат. Он не слабый, но в нос не бьет, не напрягает, как бы, ну, ничего так, ничего. И последний идет питание смягчения. Я не знаю, есть ли они в сайте отдельно, но вот можно приобрести очень даже недорогую упаковочку. Ой, какой скользенький, какой клевенький. Такое чувство, да, что он тоже будет действительно и смягчать. И такое чувство, что он будет и увлажнять. Вот как раз я сегодня буду хорошо-хорошо мыть руку. Прям мыть, мыть, мыть. И мне пригодится восстановление. И смягчение питания тоже пригодится. В общем-то, да, и защита тоже бывает. Нужна перед любой уборкой наносить одно удовольствие. Да, цена всего лишь 229 рублей. Кто делает больше 50 баллов, еще скидочка 26%. Поэтому вообще набор недорогой. Дарить одно удовольствие. Значит, артикул 0389. Хорошая, хорошая штучка к 8 марта. Вот так, ничего, да. Мне понравился этот кремушка. Далее, гели для душа. Я могу вам сказать, что я люблю какие-то такие вот запахи, какие-то такие вот гельчики для душа. И они мне, в принципе, все понравились, кроме Нарцисса. И Ландыш симпатичный, и Пион, и Крокус. И мылится они хорошо. Я брала с собой гель для душа Нарцисса, как вы видите. Его тут немножечко поменьше. Они довольно густые. Вот, очень хорошо пенится. Кожу мою они не сушат. Цена у них символическая 89 рублей. Все идут по 200 миллилитров. Значит, Пион 26,36. Крокус идет 26,37. Ландыш 26,39. И Нарцисс 26,38. Вот, в принципе, нормально. Да, то есть, не впечатлило. Но такие вот ароматики обычные. Такие вот, знаете, недорогих вот гельчиков для душа. Да, великолепно. И подарить, я думаю, тоже будет, ну, удовольствие. То есть, ну, такой запах весны. Да, но все-таки у нас уже февраль. Запах весны шикарный. Просто вот даже вот весь этот наборчик купить, подарить, ребят, да. Плюс крем для рук. Это будет тяжеленько, много, надолго. И, извините меня, недорого абсолютно. Да, то есть, потому что 89 рублей, это, ну, вообще ерунда. У нас с вами появились йогурты для волос. Маски для волос, да. То есть, йогурты трех видов. И я могу сказать, что они мне все понравились. Обалденные ароматы. Я просто поражена ароматом ревень. И я вообще была очень довольна, когда выпустили еще и маску, еще и такой вот шампунь-йогурт для всех типов волос. Я этой маской воспользовалась. Она действительно такая же классная, как и все остальные масочки. Она питает волосы по всей длине, защищает от негативных факторов окружающей среды, и облегчает расчесывание с ременем и семенами чьего. Да, действительно все так. Действительно уплотняет консистенцию у нее. Ну, я тут немножечко уже похозяйничала, попробовала эту масочку. Да, то есть, она такая вот, да, видите, густенькая. Но по волосам она распределяется просто великолепно. Ой, ребят, я не могу этот запах огорода из детства, ревень. Это просто вот что-то с чем-то неописуемое. Прям один в один передали, прям слюнки выделяются. Я не могу, я вот прям очень мне понравилось. Очень, просто очень. Далее йогурт. Ну, как вы видите, этим я пару раз помылась, этим мама помылась, этим никто не мылся. Вот так вот, да, получается. Что понравилось? Линейка полностью промывает волосы. Но мое удивление, она их вроде бы как с первого раза промыла. Очень хорошо пенится. Но до такой степени, вот правда, как йогурт мягкий, классный, он питает волосы. Если, например, я мою сейчас солонке, домываю, да, то есть он действительно делает волосы такими грубыми, без маски там не разберешься, то вот такое ощущение после них, что ни бальзам, ни масочку не хочется нанести. Может быть только на самые-самые переженные кончики, вот прям самые. Вот основание головы, где еще не сильно сожжено, там очень даже неплохо. Так, маска пудинг, артикул идет 2654. Значит, йогурт для волос со вкусом авокадо, но он не такой уж и авокадо, он намного слаще, чем авокадо. Сейчас вам покажу консистенцию этого йогурта. Ой, ребят, ну запах просто обалденный. Он, у него зеленый, зеленый аромат, но такой, знаете, какой-то молочный, приятный. Вот все это вперемешечку, 2655. Далее 2653 ревень. Ой, красота, просто красота. И йогурт для волос ягоды Асайи, артикул 2656. Линейка действительно меня поразила тем, что и хорошо промывает, и волосы не жесткие. Да, они абсолютно не будут скрипучие, вот кому надо, чтобы они скрипели мимо, мимо получается. Ну и далее также хочется показать вам вот такое вот мыло. Ребят, мыло, мы им уже помылились. Один раз помылись, помылими руки, понюхали, пораспечатывали. И что вы думаете я сделала? Я думаю, такую красоту разберут. И тем, что я пользуюсь тем, что я вип-консультант, я залезла на сайт и еще заказала по пять штучек. Потому что, если такого не будет к 8 марта, я расстроюсь, потому что я хочу такое дарить. Это безумно вкусно, это безумно классно. Это просто вот я не могу описать этот восторг. Да, вы посмотрите, какое оно. Оно, во-первых, видите, немножечко даже вот гнется, да, то есть оно такое вот. Но оно не быстро измылится. Вот считайте, вот этим мылом мы помылись целиком, и оно практически вот не убыло. Это действительно такое классное, красивое, самодельное мыло. Ой, вообще, вот прям банан-банан. Очень вкусно. Значит, это мыло действительно ручной работы. Оно идет 100 грамм, то есть большая такая упаковочка. Ребята, красота, да? Прям просвечивает, видите, да? Давайте вот на это положу. Вы увидите, что там цвета просвечивают некоторые. Да, вот такое вот оно классное. Хочется о нем говорить вечно-бесконечно, потому что оно действительно стоит внимания и действительно суперское. Так, значит, банан 26,63, грейпфрут 26,64 и манго 26,65. Значит, вот это вот у нас манго идет, да, зеленое такое с оранжевым. Я так понимаю, что рисунки, они не повторяются. Ой, я не могу, ребят, прям настоящая манго. Вот прям запахло, знаете, морем, океаном, вот этими всеми фруктами. Да, и грейпфрут. Ну, сами знаете, я обожаю цитрусовый, поэтому грейпфрут. Это только мне, это только мое. Маме очень понравился банан. Она прям говорит, это тоже вот я хочу такое мыло. Ну, а вот это мыло сказали, что нормально, но вот это лучше, да? То есть для меня тоже это мыло нормально, классно, Но вот это лучше, потому что я больше всего люблю, да? Рекомендую, ребят, класс, вообще класс. Просто вот невероятно красивые и вкусные. И им просто пахнет. У него яркий аромат, бьющий в нос. Вот тут, кстати, аллергики могут, конечно же, пострадать. Поэтому тут нужно обязательно быть внимательным к людям, которые не переносят яркий аромат. Вот у меня, например, мамулька моя, она от любого парфюма просто чихала. И до сих пор чихает. Ишь, какие бодиколоны, пены для бритья, чего бы папе не дарили. Он побреется, он пришел, сидит после трудного рабочего дня, смотрит телевизор, и мама начинает. Ехо, ехо, на всю квартиру. И это может продолжаться час-два, пока этот аромат не выветрится. Ну, это просто вот, вот я просто знакома лично, да, с такими людьми. Да, они меня даже родили, эти люди. Вот, поэтому я прям прекрасно ее понимаю, когда вот у нее слезы, сопли начинаются от любого аромата. Порошок, парфюм, да, то есть все вообще. Гель для душа, то есть она старается брать вот как раз гипоаллергенные душки. И ей подошла вот эта вот наша новая линейка от Axiology, да, пятое поколение кислородной косметики, вообще шикарно подошла. Далее у нас с вами идет такая вот карандаш с цитровым аппликатором для удобного нанесения, увлажняет котикулу, замедляет ее рост и предотвращает появление заусенцев. Я уже ее оценила. И причем, когда начала снимать обзор, я поняла, что у меня заусенцы уже отросли, потому что я очень давно не делала, получается, маникюр, да, ну, вы сами видите, как отросло уже, да, безобразие какое. Но ко мне как раз-таки скоро придет мастер. И получается, ну, я делаю чаще, чем раз в месяц, но реже, чем раз в три недели, да, у нас, ну, всяко-разно бывает, да, порой раз в месяц, порой раз в три недели. Вот. И то, что классно, я вот так вот прошлась перед обзором, и у меня все нокаточки несколько часов уже, получается, напитанные, и все здорово. Вот не знаю, если им долго-долго тереть, что из него получится, но пока что кончик вроде бы не лохматится, не пылится, не махрится, вроде бы все хорошо. Насколько применение он рассчитан, я тоже не могу сказать, но на данный момент мне удобно им отодвигать кутикулу, следить за кутикулой, да, то есть вот таким вот образом промакивать. Запаха нет практически никакого. Это удобно брать с собой, потому что в поездках, в аэропортах, на вокзалах и так далее постоянно потом после этого всего начинают трескаться руки, начинают появляться заусенцы. Почему? Потому что мы с вами забываем во время поездки, особенно 40 часов куда-то добираетесь, да, бывают же две пересадки, три пересадки, вот у нас бывало и четыре пересадки, да, то есть там два поезда, два самолета, и это, конечно, тяжело. И вот тут вот на помощь приходит такая вот экстренная штучка, которая не тяжелая, легкая и легко взять с собой. Да, то есть сухая кутикула заусенцы, решение на натуральные масла для питания кожи. Пока, в принципе, все устраивает, заказала точно такую же дочке старшей и маме. Вот единственное, но мне кажется, что это все-таки индивидуальный продукт, потому что мы сюда, туда, везде залазим, и он должен быть только наш. Мне кажется, разберут ее, потому что это удобно, да, сидишь там, что-нибудь смотришь и ковыряешься в ногтях. Я вот это дело очень люблю. Артикул 77-55. Кстати, ребят, никогда на этом не заострялось, но любые две кисти по специальной цене, я прям все кисти обновлю. У меня кистям реально больше года. Это точно. И я прям обновлю, обновлю все. Обратите на это внимание, кто, да, то есть если вот спонжик без скидки, то тут любые две кисти по специальной цене. Угу, я прям довольна. Вот, кстати, про эту всю линейку я и говорила про свою маму, вот ей прям понравилось вот это вот именно ксиологи. Ну и появилась у нас с вами новая такая вот линейка. Лайн, да, не так давно. И в ней вот обновление, увлажняющее суфле для бритья. Нежнее нежного суфле, стающей текстуры, делает процесс бритья невероятно комфортным, подарит кожу шелковистость. Действительно, да. Вот форма с экстрактом орхидеи и маслом Муру-Муру. Нежный цветочный аромат, да-да-да-да-да. Как раз-таки идет любые два продукта по специальной цене. Я тоже буду брать, потому что мне эта линейка понравилась. Мне очень понравились и восковые полоски, и обязательно нужно очищающее масло. Вот эту пару нужно брать вместе, но полоски быстрее кончаются. Масло оно очень долгоиграющее, очень экономное. Вы его заказываете на очень долго. Вот. И, конечно же, крем-депилятор 3 в 1 понравился моей старшей дочке. Очень. Крем для бритья у нас как-то вот он стоит. Смотрите, значит, это увлажняющее суфле. Я его уже попробовала. Попробовала нашими станками. И, честно признаться, я очень давно не брилась, потому что я часто пользуюсь депиляцией. Но иногда бывает, что какие-то обломанные волоски, они отрастают, и куда-то же их нужно одевать до следующей депиляции. Да, они могут отрасти, обломавшие уже буквально через неделю. Вот. А через неделю следующую депиляцию делать, ну, как-то вот, ну, рановато, согласитесь, да. И что я решила? Я решила все-таки испробовать это увлажняющее суфле. Значит, 100 мл. Артикул 25-70. Посмотрите, какая красота. Оно прям искрится. Оно прям блестит. Оно прям такое... Оно реально приятное. Им очень приятно пользоваться, ребята. Оно классное такое. Да, то есть прям блестит. Такое все блестючее. И у него нежный, еле-еле какой-то вот уловимый аромат. Наверное, какой-то гипоаллергенный, потому что его сложно почувствовать, да, особенно после суперяркого мыла. И вот этой бритвой я побрилась. Мне было интересно ее попробовать. Я ее заказала по вип-наминкам. И что могу сказать? Я ничего не поняла, потому что бриюсь я очень редко именно вот такими бритвами. Вот. У меня есть электробритва, и я прям ей быстренько вжив-жив. Вроде бы все гладенькое, без всяких этих. Вот. Но тут прям захотелось попробовать, чтобы вам про нее рассказать. Так вот. Я говорю мужу, ну, побрейся. Он говорит, мол, я розовый бриться. Ну, как обычно мужчины же. А потом взял и побрился. Говорит, Ань, слушай, нормальная бритва. Но, говорит, если он своей, да, с джилетовской бритвой, с обритвой, то там, говорит, долго не надо промывать, потому что вот тут вот, говорит, очень много вот этих всяких дырочек, да, то есть под струю поднес, дальше бреешься, поднес, дальше бреешься. А тут, говорит, надо долго-долго, говорит, прополаскивать, потому что оно, говорит, волосы застревают все. Вот тут вот вроде как, говорит, не очень хорошо. Но, говорит, для одноразовой бритвы очень даже качественно, потому что бывало, что он бритвы забывал, покупал в отеле ночью бритву, знаете, там на ресепшн можно купить. Он говорит, вот там, говорит, Ну, ужасные просто бритвы дают, да, то есть прям низко-качественно, после которых всегда раздражение. Вот после этой у него ни раздражения, ничего не было. Все-таки, говорит, достойная бритва, говорит, можно, но, говорит, очень долго просто промывать под водой. Вот это его мнение. То хочется показать. Это прям действительно-действительно классная штучка. Понравилась. Очень мягкая, легкая, приятная. Можно наносить на сухие, на влажные волосы. Прям реально хорошая такая восстанавливающая сыворотка. Она идет для всех типов волос. Вот. В качестве дневного ухода при сильном повреждении волос нужно нанести средство на сухие кончики волос и не смывать. В качестве ночного ухода мы наносим сыворотку тоже на сухие волосы перед сном. Средство не требует смывания. Я и на сырые наносила, и на сухие. В общем-то, все в порядке. Артикул 7734. Оно идет большое, 30 мл. Реально понравилось. Я взяла сразу два, потому что я знаю, что у меня Катюша на свои кончики, которые у нее, если брать кончики от затылка до попы, да, то есть, то она мне прям за два дня ее израсходует. Вот такая вот эмульсия. Я ее вот так вот распределяю по ручкам, да, то есть, и прям на волосики, на волосики, и все хорошо с ними, да, то есть, и потом расчесываюсь. Расчесочка, она мгновенно высыхает. Коды с ним не развиваются, то есть, оно прическе не препятствует. То есть, все уже испробовано, попробовано уже несколько раз. Я помыла с ним голову. В принципе, замечательная вещь. Ну, и, конечно, вот такие у нас с вами идут, такие вот у нас с вами идут органайзеры. Очень интересные, у меня Вика их так хочет прямо, свекровь их тоже так хочет, ей прям хочется-хочется. Да, тут логотипчик Faberlic Home, вот он тут изнутри, да, то есть, такие вот, пустота такая. Конечно, хотелось бы, чтобы это дело удлинилось, чтобы туда кисточки, может быть, что-то еще составлять, но это вот полноценной длины идет. Да, артикул 910.079, размер 17 на 12,5 на 8,2 сантиметра. Если взять вот эти же средства, да, то есть, вот это, я так понимаю, только сюда, да, это можно вот так составить. То есть, в принципе, нормально, нормально, вот даже взять вот наши же эти карандашики, да, то есть, вот, ну, ничего так, да, то есть, высота хорошая, да, то есть, а тут можно, наверное, поставить какие-нибудь помады, например. Да, значит, вот, ну, например, вот так вот, да, то есть, такие вот помадки, кстати, вот эта помадка цвет красивый. Мне она нравится, смотрите, какая хорошенькая помадка, артикл 40748, не знаю, есть такая или нет, новичья, у меня она вот есть. Она такая блестящая, отливает, прям, как она называется, Space Star, наверное, есть, да, то есть, вот так вот можно все составить, и все вот на виду, что удобно в одном месте, что здорово, да, и я думаю, любой парфюр сюда войдет, и сыворотка сюда войдет, то есть, ну, такое классная, классная штучка, когда можно все вещи привести в порядок, и их будет видно. Такой вот выдвижной ящичек, и что самое шикарное, да, ребят, их можно ставить друг на друга, и вот этот ящичек, да, он тоже подойдет подо все, то есть, не обязательно какую-то косметику, да, хранить, можно тут хранить все, что захотите, все, что вам нравится, да, там, не знаю, на кухне можно губки хранить, да, там, салфетки какие-то, еще что-то, это может быть для поделок, да, каких-либо, и вот это вот дело все устойчиво, оно, конечно, не крепится, но устойчиво стоит, то есть, как бы продолжение такое. Ну, и давайте визуально посмотрим, что сюда входит, да, к примеру, сюда войдет и пару кремов, и, ну-ка, а витаминки войдут ли, хоп, ну, витаминки только лежа, то есть, весьма вместительная вещь, которая, я думаю, всем понравится, то есть, если это наносить на сухие волосы, то это вот удобнее будет вот сюда, да, складывать. В принципе, ничего, такая штучка прикольная. Дальше, значит, артикул 910-180, размер 17х12, 8х9, 7х9, такие вот органайзеры. Еще было с двумя ящичками, но их по витаминкам нету, их я закажу позже, но я точно закажу, потому что очень удобно, ребят, все-таки на столе хочется что-то вот такое, да, под канцелярию тоже будет удобно, да, тут, например, ручки, тут ластик стирательный, там, там еще что-то, тоже удобно, тут какие-то блокнотики, бумажки, в принципе, ну, вообще неплохой такой вариант, и причем, у меня дочка говорит, а зачем, говорит, вот эта штука нужна, можно так убрать и сюда, говорит, блокнотики складывать, но я, в принципе, с ней солидарна, да, это может быть действительно удобно, а это можно под что-то другое, да, в ящик, например, поставить и что-то тут вот составлять, складировать, тоже как отдельно, да, под какие-нибудь блокнотики, тоже вариант, да, то есть все входит, все влазит, в общем, кто как хочет, тот так и будет применять, и причем оно очень прочное, оно толстое, оно классное, оно как будто, вы знаете, вот я сколько им пользуюсь, да, оно как будто почему-то очень плохо на ней пальчики остаются, да, то есть она будет, вот, мне кажется, это очень важный такой момент, что ее сложно обляпать, облепать, да, то есть чтобы она была неприятная, какая-то неопрятная, интересная штучка и удобная, в прошлый раз у нас тоже были органайзеры, у меня их забрала, конечно, Викуся, у нее там мелки, у нее там все, и, честно сказать, она так и себе забрала ее, но она была не такая уж и полезная, как эта, вот это лучше, это удобнее, это интереснее, и еще и комбинируется друг между другом, то есть можно себе купить пару таких вот больших наборов и подарить эти наборы тоже классно, потому что мне кажется, что они нужны каждой девушке, и это действительно удобно. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока, до встречи с вами в новинках, часть третья, скорее всего еще выйдет часть четвертая, вот, я не сомневаюсь в этом, потому что новинок все больше и больше, каждый каталог, и мне так безумно нравится все это тестировать, все это для вас рассказывать, вот, ну все, всем пока-пока, ставьте лайки, чтобы побыстрее вышла следующая часть. Продолжение следует...